Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Здравствуйте, Андрей! Я нахожусь у себя дома и хочу предостеречь людей, чтобы они не паниковали. А заодно я с вами поделюсь теми рецептами из народной медицины, которые я применяю и которые показали свою эффективность. Китайская народная медицина успешно справляется с вирусом народными средствами. В основном это чаи. Оказывается, для того, чтобы вымывать инфекцию из организма, надо просто-напросто побольше пить. И для этого можно использовать практически любую травку. Например, ромашку. Прекрасная трава. Добавляем немножечко ромашки. Заливаем. И пьем. Также очень хорошо использовать и цвет липы. Прекрасная наша трава, естественно. Мы с вами берем липы. Вот такую вот порцию небольшую. В чайничек. И заливаем опять-таки кипяточком. И в течение дня пьем. Количество выпиваемой жидкости должно быть таким. Запоминайте. 20 граммов воды на 1 килограмм собственного веса. Если я вешу 100 килограмм, значит для меня как раз хорошая моя именно доза это 2 литра в течение дня. А для укрепления иммунитета Мы с вами можем использовать цукаты из имбиря. Прекрасный запах. То есть в течение дня мы с вами эти цукаты употребляем несколько раз в день. Фитонциды, имбиря и другие активные вещества, которые в нем содержатся прекрасно поднимают наш иммунитет и служат мощной защитой от разного рода инфекции. Рекомендую. Особенно хорошо детям, особенно хорошо пожилым людям. Можно использовать ингаляцию. Ингаляция следующая. Мы с вами берем кастрюльку и будем использовать эфирное масло. Эвкалиптовое масло. Моржевельника. Пихты. Заливаем кипяточком. Кипятка берем примерно 1,5 литра. И всего 2 капли эфирного масла. И делаем ингаляцию. Ингаляцию принимаем как обычно. Минут 5, максимум 10. Вот такие ингаляции делать 2-3 раза в течение дня. Это будет прекрасная защита от бронхолегочных заболеваний. От разного рода инфекций, которые попадают к нам через нос бронхи легкие. Вот этими секретами я хотел с вами поделиться. И доброго вам здоровьица. Вы знаете, что это происходит. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...